Недельная глава Китайцей И эта глава, в которой есть наибольшее количество заповедей относительно всех других глав Торы В главе Китайцей есть 74 заповеди И как известно, есть всего 613 Это очень значительная часть В ней больше всего заповедей относительно других глав Торы Начало главы говорится о законах О красивой пленнице нееврейке, которая понравилась солдату И если останавливаться долго на этой главе То на другие части главы почти не останется времени Поэтому я наоборот, я скажу, может быть, два слова об этом И продолжу дальше В Торе рассказан закон о красивой пленнице, которая понравилась солдату И какие правила и законы Тут Тора что-то разрешает, что в других случаях она это не разрешает Делает исключение А смысл этого простой Тора Бог никогда не требует от человека больше его сил Больше его сил и возможностей Все заповеди Тора, которые Бог дал Это вполне нам по плечу В наших силах и возможностях Про солдата, который воевал, видел смерть перед грозами Много раз Может быть случай, что ему, чтобы было полностью запрещено То запрещена эта пленница Может быть ситуации, в которых это выше его сил И поэтому Бог тут снял свой запрещен В чем-то облегчил законы этого Ну интересно, облегчил Но вместе с тем После этого стоит глава Про двух жен, одна которая любимая, другая нелюбимая То есть показывает, что потом он ее любить не будет А после этого отрывок Торы о непослушном сыне Который ворует у отца и матери Обжорствует, пьет вино То есть кто берет жену только из-за внешности Несмотря на ее внутреннее содержание Не считается с тем, что она сама себя не еврейка То хороших детей не жди То есть основное в поисках супруги в жизни Это ее отношение к Торе Ее моральные качества и так далее Есть и с другой стороны В этих отрывках Торы пишется О том, что Тора требует от нас Быть справедливым в разных ситуациях Кто-то взял красивую пленницу А потом он не хочет ее иметь Так написано Отпусти ее Отпусти ее Не продавай за деньги И не пользуйся ею Потому что ты ее использовал Надо всегда вести себя достойно А дальше в главе о двух женах Любимая и нелюбимая И как раз первенец родился Он нелюбимый Так отец не имеет права Забрать право первенства У сына нелюбимой жены И передать любимой Он не имеет на это права Кто-то родился первенцем Он и есть первенец Закон, что полагается Смертная казнь И его казнили Так надо его повесить На дерево Это не про всех Мне кажется Как мы принимаем Есть мнение Что это всем Которой полагается Смертная казнь Через обрасывание камнями А есть второе мнение Что это только Кто служит идолом Или хулит имя Бога Мне кажется Что принимается второе мнение Что это только тот Который Служил идолом Или хулит имя Бога Так его вешают На дерево Короткий-короткий момент Чтобы не переночевали его Труп на дереве Кикавир тыкварену Байема губ Похоронись Похорони его В тот же день Потому что Это большой позор Когда человек повешен Что Бог твой Бог Дает тебе В наследство Интересно Что закон о том Что нельзя оставлять еврея Непохороненным Это относится К каждому еврею Написано В крайних случаях О том Кому полагалось Смертная казнь Не только Смертная казнь Но и повешение Это митва Про каждого еврея Не оставлять ночевать До утра Непохороненным И написано Митва Похоронись В тот же день В тот же день Это до захода солнца И так приводится Что стараются Хоронить умершего В тот же день До захода солнца Если нет То до утра Бывает исключение Что задерживают похороны Сын должен приехать Из-за границы Или Есть много людей Знакомых Которые хотели бы прийти Бывают такие исключения? Я помню Когда ушел С этого мира Стайпелар От театра Пхань-Каневского Он ушел С этого мира В конце Ава Он ушел Где-то в пятницу вечером Но известно Что он был Очень Уважаемый Особенно Почитаем Всеми И очень многие люди Хотели Приехать На его похороны Так На исходе субботы Сделать это Большинство людей Которые хотели Прийти Не могли Так установили Время похорон В воскресенье В десять утра Это я помню Это Я даже помню Что я там Тогда был В Цвате Отдыхал Я В Цвате Сразу же Сделали меня Ватекин И Тендеры Ехать Из Цвата В Небрак Это я помню Я ехал Но в общем случае Хоронят в тот же день И не оставляют До захода солнца Если есть возможность Похороны папы Зацал Он же умер В полдень накануне Двятого Так нам предложили Так нам предложили Или в Хабрикадыше Предложили две возможности Или в какой-то час До захода солнца Или Ночью Было сомнение Но вопрос такой Было много людей Которые Его знали И хотели бы прийти И до До захода солнца Это не было бы практично Кроме всего прочего Это же И накануне Девятого Ава Кто-то забыл бы Тапочки Девятого Ава Другой Не успел бы поесть Трапезу Перед постом И так далее Сделали ночью Я думаю Что это было верно Но в общем В общем Стараются похоронить Как можно Не задерживать Приводится только Ради его почета Чтобы ты не видел Бека Твоего брата Или В цуказу Недохим Заброшенные В цуказу Скроешь Свои грозы От них Вернуть Верни Твоему брату То есть Ты должен Вернуть Пропажу Твоему брату Твоему брату Пока брат Твоему брату Внеси в дом Ищи Чья это И верни Я забыл Сказать Есть интересный Пшат Тут написано Если будет Человеку Грех Который Полагается Смерть Так Пояси его На дерево Тут Есть Дружь Который Говорил Ария Кадош Что Если будет У человека Недостаток Греха Когда ушел Рабмейшу Курдувиру Тоже Большой Макугул Так Ария Кадош Скал Про него Так Что Про него Можно Говориться Это Предложение У человека Будет Недостаток Вины Чтобы Богосмерть Но Все-таки Он Умирает Так Повесь Это На дерево На то Дерево Что Хавы Авраам Ели Из-за Этого Он Умер Если Будет Недостаток Вины На Смертную Казнь Так Повесь Это На дерево Ну Это Он Сказал Про Мейшу Курдувир Что Ты Не Видел Осад Твоего Брата Ишери Либы Каны При Бадыра Падают Дороги А если Хозяин Ушел Вбок Отдохнуть Он Говорит Ну У тебя же Есть Митва Ты Делай Нет Он Не Обязан Подними Положи Ношу Вместе С ним Чтоб Чтоб Не Женщина Женщина Одевает Женщина Женщина Приводит К Разврату И это тоже запретило. Не забирай маму, а лабоню, когда она на детях. Отослать, отошли маму, тогда мы с лабонем ты как рог. Тогда детей бери себе. Роман гид того, чтобы тебе было хорошо. Парах то я мим, чтобы ты жил долгие дни. Это митва. Но это только если это гнездо ничейное. Некоторые имеют хозяина. Когда ты построишь новый дом, Восисо макерегагехо, чтобы сделать ограду твоей крыши. Когда-то на крышах пользовались. Например, они строили сукот на крышах. Так надо было, были обязаны сделать ограду твоей крыши. Когда упадет тот, кто падает от него. То есть это уже относится ко всем видам опасности. Например, лестница, которой можно упасть. Или злая собака и так далее. То есть это митва, чтобы не было опасно. Или, например, яма во дворе. Опасно, чтобы человек не упал. Не сажай твой виноградник смесью. Чтобы не стало запрещенным. Прибавка. То есть азера ашатизра. Посев, который ты посеял. Усласа кором. И плоды виноградника. То есть если ты посадил, то все становится запрещенным. Запрещенным даже в удовольствии. Гаисах рейш. Не паши. Бешей рубах амер ягдов. Беком и асгом вместе. То есть ложить в упряжку. Бека и асга нельзя. А там Софе рассказывает историю. Как-то евреи в каком-то местечко хотели выгнать. А его учитель Робносен Эндлер как раз знал графа, который имел там влияние. И он в зимнюю ночь поехал вместе с учителем поговорить с тем графом, что он воздействовал, что евреев оттуда не воздействовал. И поехали. Он поговорил. Это имело свое влияние. Но потом в середине дороги один из коней умер. И они пошли поменять. Кучер пошел поменять. Хазам Сейверд смотрит, что его учитель Робносен Эндлер. Он был в телеге только в носках. И он был слабым человеком. Он выпрыгнул в носках на снег и танцует. Просил учитель, что такое. Что он выпрыгнул. Он говорит, а ты не видишь? Там вместо коня втянули какое-то другое животное. Так это два животных разных. Это запрещено. Так он выпрыгнул, как он был в носках. Выпрыгнул на снег. Говорит, а что же ты так танцуешь? Что же Рэба так танцует? Говорит, очень просто. Скажи, где мне встретиться в выполнении этой митцвы? Не паши быком и асхом вместе. Я сижу себе, обучаю в ящиве. Где мне попадется такая митцва? Так сейчас, когда мне попалось, я очень рад. Говорит, если не одеваешь шатнесть, это цемеров и штим ягдов. Шерсть с льном вместе. То есть в одежде не должно быть шерсти и вина вместе. Ниточки, чтобы у тебя были. На четырех углах одежды. А что? Хас ты боже, ты покупаешь ты ее. Смотрите, когда-то шерсть был очень просто. Они одевали одежду, которая имела четыре угла. Что-то наподобие талиты, это как закутывалось. Так они, так такова одежда их была. И на четырех углах надо было вдеть нитки цицит. Сейчас мы не одеваем такие одежды. Так мы одеваем специально талит, чтобы выполнить смитство цицит. И одеваем талит катан, который тоже имеет четыре угла. Как еще муж возьмет жену. Возненавидит ее. Возненавидит она. Возьмил на нее поклевку. Возьмил на нее плохое имя. Воймар сказал, что я села здесь на карте. Эту женщину я взял. Впрочем, вы знаете, что лучше отсюда? В еврейском суде, когда кто-то говорит показания против другого, это только в его присутствии вот эту женщину я взял я приблизился к ней не нашел ее детственность возьмет отец девушки ее мама выйти они выведут и вынесут девственной девушке старейшинам города ашора к воротам то есть они приносят ту простынь которым они были и пока покажут что там да есть кровь в омар то есть он кроме всего прочего он лжет против фактов но речь идет не просто так он приводит свидетелей что она ему изменяла между обручением и свадьбой и вместе с этим он говорит я нашел ее не нашел ее девственницы я не нашел у твоей дочки девственность вы и лапсу вы видите а вот это детственность моей дочки у форса а символ разложат эту одежду лифнезик неуир перед старейшином городе и увидят что там да есть капли крови в локхозик неуире айе стоишь возьмут старейшины того города этого человека в инстру и если его накажут дадут ему тридцать девять ударов могут будут накажут его 100 монет выносно дадут лавианару отцу девушки ки эти шеймро потому что он выбил плохое имя а у псу-ласси строил на еврейскую девушку она будет его женой не может не развестись к уйома все его дни то есть только с ее согласия поторе муж мог развести женой без ее согласия сейчас есть хиром рабину гершем не делай так а поторе он мог видите его наказывают трижды во первых он платит штраф 100 монет во вторых ему дают 39 ударов и в третьих он теряет право с ней развестись обычно в торе мы не встречаем что давали несколько наказаний за одно преступление а а почему какой тут со смысл этих трех наказаний я слышал от друга что вообще-то ведь все качества тора это мера за мир давайте поймем почему он на нее вы делает навет когда-то не было хиром рабину гершим ты хочешь развестись каждый кто хотел развестись женой мог развестись без ее согласия ну ты зачем ему делать зачем ему выдумывать на ее навет зачем а как вы думаете очень просто каждый кто женится подписывал денежные обязательства случай развода то что сейчас мы называем к туба так он должен будет платить солидную сумму а он хочет с ней развестись и не платить эту сумму поэтому он выдумывает на нее навет сейчас станет нам понятно как относятся эти три эти три наказания во первых уже мы же говорили что он привел уже свидетелей которые говорят что она ему изменяла между обручением и свадьбой это если это было было правдой ибо полагала смертная казнь так это мера за меру он ее хотел казнить а ему дают 39 ударов это даже в облегченном варианте его не казнят только ему дают 39 ударов это раз мера за меру во вторых он хотел с ней развестись вы с позором и не платя своих обязательств к тубу стандартная к туба это было 50 монет а ты не хотел ей платить 50 монет сейчас плати на месте 100 монет два раза больше ты хотел с ней развести ее выгнать из дома с позором ты теряешь право с ней развестись поэтому эти три наказания наказание все мера за меру он хотел с ней развестись не платя обязательств таки таки его штрафует два раза больше он хотел чтобы ей дали смертную казнь ну он получает по облегченным вариантам все-таки не свидетель только привел свидетелей 39 ударов он хотел ее выгнать из дома с позором он теряет право с ней развестись если она если она хочет он хочет и она хочет это их это право это право это их право он не может с ней развестись против ее не нашлось девушки и самое главное не только не нашлось девственность есть свидетели что она ему изменила а за это полагается смертная казнь после обручения он дал ей кольцо и сказал ариатма куда ж это выйти из анаро выведут девушку у входа дома ее отца у скалу забросают анши и ро люди ее города баба ним камнями вам если она умрет киоссон и волоба и строил она сделала подлость в израиле лиз низ и заниматься развратом то есть изменять и изменять своему жениху уже после кидошин бейс обьё в доме отца у вяртого рома и бикебеха убери зло изнутри тебя обоим полагается смертная казнь и это было это было с ее согласия свидетели видели и она при этом не 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 сопротивлялась и не кричала в яйцейцы мощные вы видите их обоих эл шару и раи воротам того города у скалтам эйцам ба воним в мису забросайте их камнями они умрут эсанаро девушку адва ашал лицо акобоир за что она не кричала в городе то есть не то что не кричала то что она не кричала то что она не согласия в эсо ища мужчину а лдвара ашар и но потому что мучила сэйча сраею жену товарища увяртого рома кербеха убери зло от тебя я уже говорил забросать камнями обычно было три варианта первый вариант сбрасывали с высокого места высотой двух родств человека и обычно человек умирал от этого если не отбрали камень который два человека должны были бы брать и потом один его бросал на него а три если если при этом он не умер ни от первого ни от второго тогда забрасывали камнями гемора учат откуда гемора учат что именно в такой форме забрасывать камнями знаете откуда гемора это учит написано в авторе ахака моха люби товарища как себя и даже когда ты должен дать смертную казнь тому сделай чтобы смертная казнь была менее мучительна я слышал один еврей шутил что есть такие евреи есть такой такие люди у которых написано брейерой мисси йоффа избери ему смерть более легкую есть такие люди у которых все люби другого как себя выливается только в этом правиле выбери ему менее мучительную смерть так кто-то шутил это люби другого как себя относится ко всем областям понятно но по любовь иметь любовь к другому и и один из путей иметь любовь к другому знаете как есть естественное качество у каждого он любит себя а что такое я так можно расширить это я женатый человек это во первых это я моя жена и дети у жены это мой муж и мои дети а потом еще шире здесь еврейский народ надо раз я убрать узость отношения к я расширить его расширить себя как весь еврейский народ а если в поле найдет человек это обрученную девушку ухватит ее этот мужчина в шоков ему будет лежать с ней умеет умрет а еще шоков и малой воды мужчина который лежал с ней только он девушки ничего не делай девушки нет греха смерти как один встает на другого убивает его если кто-то убивает другого кто виноват убийца а жертва виновата нет то же самое тут насильник насилует девушку кто тут виноват насильник она не виновата она жертва потому что поле он ее нашел даже бы кричала эта обрученная девушка никто ей не помогает даже она бы кричала и бы никто не помог поэтому в этом случае мы принимаем что что-то было против ее желания интересно из этого предложения так и есть это в городе она не кричала мы принимаем что это с ее согласие а если в поле она не кричала мы принимаем что это что она была изнасилена интересно из этого предложения девушке гонарова и саса добра девушки не делай ничего мы лучше рамбом учит интересные законы и геморрю это учит что человека который заставили что-то делать это не считается его действие его заставили и даже по закону чтобы не служить идолам еврей должен быть готова отдать жизни не нарушить но если кого-то кто-то под угрозой смерти служил идолом или сделал другое предподобное преступление на которой он должен был отдать жизнь скажем убил кого-то то о и он не должен был так поступать он преступник перед богом но на земном суде ему не полагается наказание в земном суде тот который под угрозой смерти например служил идолам это правило то что написано геморрю эйла была на рул и саса добра девушки ничего не сделай есть закон что человек должен на что человек должен отдать жизнь на три самых строгих нарушения но кто это не выполнил то он преступник перед богом но земной суд его не судит земной суд суд только того который сделал что-то своего по своему желанию или по крайней мере без угрозы смерти ким-то из народу человек найдет девушку не обрученая у своса ухватит ее в шо хавима будет лежать с ней в немцов они найдутся то есть кто-то изнасиловал девушку выносно на и шашейха в има даст тот мужчина который с ней лежал лави анаро отцу девушки хамишим коса 50 монет она будет его женой так а сашер ино за то что он ее мучил в юхо шалхал колйомов он не может не развести все свои дни он не он не может не развести все свои дни то есть раз он ее изнасиловал то он обязан на ней жениться в лейках ищет ищет обувь чтобы человек не взял жену отца в лейках не раскрыл к нам в обувь пол отца то есть человек не имеет права жениться на жене отца даже ты не его мама она мачеха риёвый мамзар бекал одиной чтобы мамзар не вошел в общину бога гамдера сири также десятое поколение риёвый рей бекал одиной что не вошел у него в общину бога что такое мамзар вы знаете мамзар значит так если кто-то жил женщиной с которой он даже не может сделать хоккедушин кто о ком идет речь так речь идет а например замужняя женщина или с близкой родственницей сестра сестра отца сестра матери жена брата и так далее такие же кто-то живет с такой женщиной из которой полагается карта за отношение с ней полагается карет и и никак не нельзя сделать хоккедушин так если от этого рождается ребенок то мамзар то есть если женщина если если кто-то живет замуж не как правило чаще всего это замуж не женщина так женой которой есть муж и рождается ребенок то такой ребенок называется мамзар то же самое если кто-то живет с сестру и с тетей рождается ребенок так это ребенок мамзар и это передается передается в дальнейшее поколение даже десятое поколение это мамзар а мамзар передается передается дальше неважно папа мамзар или мама здесь считается мамзарим им нельзя жениться на евреях на что же им делать но могут ли они вообще жениться интересно жениться они могут он может жениться мамзар но не на еврейке на ком же если есть девушка которая приняла гейюр он может на ней жениться да он может на ней жениться но ей это совершенно не выгодно потому что ребенок который не родится будет опять мамзарим это как печать на то страшное преступление от которого ребенок произошел не было что ну допустим люди жили это самое без тетушек просто это самое просто то что называется на современном языке не суеме трохи гражданским браком она вышла замуж у нас ребенок этот случай как послушайте рабины обсуждали эту эту тему и были большие обсуждения и большие споры то что принимается что насчет детей мы принимаем что если не было кедушин относить стараются конечно если она хочет еще раз выйти замуж стараются получить гетто но относительно детей мы принимаем что это не не брак это не кедушин и ребенок не мамзар что значит войти в общину бога жениться на еврейке также десятое поколение не может войти в общину бога а дыром навеки они верят а он bestimm а он двар защиту ашер и кедбу из хэм не встретили вас баррэхам а в моеем клеебом и водой бадэрэх в дороже а бецейсхэм и митроэым когда вышли из египта а шэас архар оррэхо и которой наняу на себе азбюром бэн бээр мэпцер арамна Рэйм алька орэк manifиниml ах ха 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 Так интересно, тут обвиняют Аммониум и Ави в двух преступлениях. Во-первых, они же потомки Лота. Лот, благодаря заслугам Авраама он спасся из дома. И он должен был иметь благодарность Аврааму и его потомкам. Они не встретили вас хлебом и водой, когда вы вышли из Египта. И нанял на тебя Берама. Все спрашивают вопрос. Это наподобие говорят на кого-то. Знаешь, он меня не встретил гостеприимно, да наслал на меня злую собаку. Это как-то совсем другие уровни отношений, правильно? Магит издумно говорил на это так. Надо было иметь благодарность. Встретить с евреев хлебом и водой. Они это не сделали. Есть на них большая претензия. Но у них есть отговорка. У нас не было средств, не было денег. Еле-еле для себя хватало. Так тут мы говорим. А нанять Берама у вас были деньги? Так вы уже могли. Встретить с евреев хлебом и водой. Не захотел Бог твой Бог послушать Берама. Ваяфир перевернул Бог твой Бог и закрой проклятие Леврохана благословление. Потому что Бог твой Бог тебя любил. Видите? Тут написано особо, что Бог не хотел слушать Берама. То есть это было особое добро Бога. Не ищи их мира и добра. Все твои дни навеки. То есть, кому не умал. Не отвергни. Потому что он все-таки твой брат. Иса был братом никого. Но если Иса и в Митри. Не отвергни полностью египтянина. Ки героя Исовой Арцы. Ты был пришельцем в его земле. В его стране. В тяжелое время. В тяжелое время. Евреи там попали во время голода. Ах. Так смотрите. Даже то, что египтяне бросали младенца в речку и все. Но не забудь добро, которое он тебе делал, что ты был пришельцем в его стране в момент голода. Это надо помнить. Иметь благодарность за им. Бо ним. Дети. Ашаевоуду логэм. Которые родятся у них в Доршлищи. Третье поколение. Йовы логэм бекалад иной. Войдет у них в общину Бога. То есть, полностью не. Полностью отвергнуть их не отвергайте. Но все-таки отдаляйтесь от них. То есть, египтянин или дометянин. Понимает геюр. Он не имеет. Право жениться на еврейке. На ком он имеет право жениться? На георет. Женился на георет. Родились дети. Они тоже. Они уже. Какое поколение? Второе. Они тоже не имеют право жениться на еврейке. А вот, когда рождаются внуки, тогда можно. Внуки могут. То есть, только третье поколение. Интересно. Есть разница в этих правилах. Между Митри, между, прошу прощения, Мамзер и Амонио Муави есть интересное правило. Что Амонио Муави, они так и навеки запрещены. И даже, если кто-то принял геюр, они навеки запрещают жениться на еврейке. Но! Это относится только к мужчинам. А женщины, которые принимают геюр, могут сразу выйти замуж. В основе это предание. Устное предание, что это относится только к мужчинам, а не к женщинам. А Мамзер относится к мужчинам и к женщинам. Теперь, египтяне и эдомитяне относятся ко всем, и к мужчинам и к женщинам. Ну, а что у нас в наше время? В наше время приводится, апостским пишут так, что Синахеров переселял народы и перемешивал их. И поэтому мы не знаем, кто эдоми, кто муави, кто мицри, кто муави, кто амонио. Мы не знаем. Они перемешались. Мы ничего не знаем. А раз они все перемешались, а большинство это из других народов, поэтому все, которые приняли геюр, имеют право жениться на еврейке. Есть мнение Рамбома, которое приводится как одно мнение в Шоханарух, что египтяне не перемешались. То есть, если египтяне принимаете еврейство, а геюр, он имеет право, по мнению Рамбома, жениться на еврейке. Как я понимаю, это относится только к египтянам коптам, что они потомственные египтяне. То есть, по мнению Рамбома, если он примет еврейство, то он имеет право жениться на еврейке первые два поколения. Это относится и к лагерю святости храма, и к лагеру войны. Если он примет еврейство, ты выйдешь в лагерь внутри этих врагов, вы не шмартла, остерегайся. Никого добро от всего плохого. В Киеве ходишь, у тебя будет человек, а что реец будет нечистым микро-логом, случилось ночью, он выйдет в лагерь и не войдет в лагерь внутри лагеря. Будет вечером, помоется водой, то есть окунется. За ходом солнца его выйдет внутри лагеря. Чтобы не было повсюду запачкано, будет специальное место. Для туалета. Это некрасиво, чтобы всюду было запачкано. Будет специальное место для туалета. Чтобы было колышко на твоем оружии с другой стороны. Будешь сидеть снаружи, будешь копать, и покроешь твои испражнения. Те законы, которые мы знаем, что там, где есть Суа или есть Мача, нельзя читать Шма, нельзя говорить Деврей Тора, это все учатся отсюда. Надо от этого отдаляться. Потому что Бог, твой Бог, он выйдет в лагерь внутри твоего лагеря. Он хочет спасти тебя. И дать этих врагов перед тобой. Будет твой лагерь святым. Чтобы не было у тебя... Эрваздавор не скромный вещь, не скромности. Бешом мя хореху отойдет от тебя. Те скромность это... Помогает, чтобы Бог находился среди нас. А не скромность как бы прогоняет святость Бога. Из этого места. Это известно в Шухана Ру законы. Что там, где есть Суа, нельзя говорить Срава Торы. Или даже там, где мы видим это. Или там, где есть Мача. Надо отдалиться. Отдалиться от этого, от нее самой. Отдалиться от запаха. Или... Женщина, которая одета не скромно. Напротив нее говорить слова Торы нельзя. Это в законах Шма. Все эти подробности. Самой женщине. Что? Самой женщине, если она одета не скромно. Сама женщина... Вот эти... Если... Девочки бывают рядом находятся. Вот эти... Одна женщина относительно другой. Нет запрета. Да. Но если... Если человек полностью раздет, то нет. Это нет. Но одна женщина носить на другой нет. Мужчине напротив женщины нельзя. Не передай раба к его хозяину. Ашер ено цель ореха, который спасается к тебе, мим адына, у вас своего господина. Ашер ено. Чтобы он с тобой жил внутри тебя. Чтобы он с тобой жил внутри тебя. Помог им в то место, что он выберет. Я хочу ореха. В одном из городов, смотри его, где хорошо ему. Не обижай его. Ашер ено. Ашер ено. Чтобы не было женщины, которая готова быть с любым мужчиной. Мим ней сестра юридических девушек. При ей, конечно, не будет мужчин подобных. Мим ней сестра снова в Израиле. Запрет. Ашер ено. То, что платит развратной женщине, чтобы ей дали овечку, то ее нельзя приносить у михир келев. Обмен на собаку без одной ореха. В дом Бога твоего Бога ухол недер. На всякий обед. То, что противно перед Богом твоим Богом, Гамшне им оба. И он поменял собаку на овечку. Такая овечка, он не может принести в жертву. Баранчика. Не может принести в жертву. Или. Женщина, которая получила это за разврат, Она не имеет права принести это в жертву. В чем смысл? Что то, что женщина получила за разврат, Она не может принести в жертву. Знаете, в чем смысл этого? А? Да. И приводится объяснение. Есть люди, которые делают преступление, И говорят, а потом дают это на добрые дела. Перед Богом это противно. Так может быть женщина, которая занимается развратом, Она говорит, я для себя этим занимаюсь. Никаким образом. Это я хочу принести в жертву в храм. Это я хочу принести в жертву в храм. Это противно перед Богом. То же самое. Кто то держит магазин открытым в шаббат. Говорит, я хочу дать деньги на сдох. Она ищет. Это противно перед Богом. Не давай проценты твоему брату. Неших кесов. Проценты денег. Неших охов. Процент еды. Неших процент. Каждый, который кусает. То есть очень интересный закон. Тут говорится про запрет давать проценты. Давать проценты еврею. Нельзя брать проценты. И нельзя давать проценты. Нарушают оба. И тот, кто дает деньги под проценты. И тот, кто берет деньги под проценты. Оба нарушают запрет. Мы знаем. Когда кто то грабит. То кто преступник. Грабитель. А в процентах. Тут есть два преступника. Тот, кто дает под процент. И кто берет под процент. Это запрещено обоим сторонам. Это запрещено обоим сторонам. То есть туда наследовать. Это то, кто не дает проценты. Так написано на него богословение Бога. Вы спрашиваете, как работают банки. Так вы знаете. Банки в Израиле. Обычно работают. Это риски. Я не думаю, что сейчас есть время подробно разобрать. Что такое иски. Это одно. Затем, что такое это риски. Второе. И как это работает. Тот же самый это риски. Все банки. Все банки в Израиле имеют это риски. Если ты берешь обед перед Богом твоим Богом, не задерживай его уплатить. Потому что требовать будет требовать. Бог твой Бог от тебя. У тебя будет преступление. То есть если человек берет обед, он обязан его выполнить. Обеды могут быть разные. Тут идет обед на митцву. Когда стоял в храмах, хотел принести жертву. Человек дает обед. Что на такого-то бедняка. На такого-то человека, который должен пройти операцию. Он даст 50 шекилов. Так не задерживай его уплату. Не задерживай. Потому что Бог будет требовать. Если у тебя воздерживайся, брать обеды, не будет у тебя преступления. То есть лучше не брать обеды. Шухонорух так говорит, не брать обеды. Даже на знаку не брать обеды. У тебя есть? Давай. Обеды не бери. А если... Бывает в обществе, вы знаете, что когда кто-то говорит, вот я дам на эту ешиву, я дам на это... Столько-то. Он говорит, я дам там тысячу, а тот говорит, а я дам полторы. И так... И так собираются деньги. Допустим. Я говорю, что люди, которые имеют подобные возможности. Или даже со скромными возможностями. Я дам пятьдесят, а я дам сто. И так далее. Так знаете, даже когда надо это говорить, знаете, как надо говорить? Блин не дар без обеда. Блин не дар. Шухонорух говорит, не принимать обед. Даже на мецву. Меццо сфосехо, тышмервый осисо. Что вышло твой хруст, сохраняй и делай. Кашона дар только принял обед, а не на элехо. Перед Богом твоим Богом надоба, надоба, что ты хотел принести доброе дело. А Шадибар, то вы фихо. Что ты говорил твоими устами. Надоба. Это доброе дело делать. То есть, надо старо... Не брать на себя обеды. В Шухонорух написано, это не только обеды деньгами. Есть обед. Женщина скажет, начало так, что она каждый день говорит пять капитал тилинг. Допустим. Или там есть тилинг, который поделен по дням месяца, по дням недели. Она там говорит, это очень важно и очень хорошо. Но чтобы это не было обедом. Если человек делает три раза, не оговаривает, что это не обед, есть мнение в Шухонорух, что это обед. Поэтому лучше всего перед началом сказать, все, что я делаю, пусть будет... Блин. Блин это. Без обеда. То есть, не говорится про обед? Нет. В начале, когда он начинает так себя вести. Это очень важно. Ну, кто-то что-то принял. Обед можно снять. Но это при трех раввинах. Ну, как раз тут, мне кажется, снимают обеды перед Росшона. Для женщин тоже. Это моя сестра организует. Она просит несколько мужчин, чтобы они сюда пришли и снимают обеды. По-моему, они и снимают проклятие тоже. Правильно? Проклятие тоже. Ну, хорошо. Это важно. Важно перед нарушением. Потому что одно из частых нарушений, когда человек что-то принял на себя обед и не выполняет. Поэтому важно, когда человек... Важно так и сделать перед Росшона снять. А самое лучшее вообще не принимать. Делай добрые дела, но без обеда. Надо делать добрые дела, но не принимать на себя обеды ни в каких вопросах. Ну, тут мы заканчиваем урок. Продолжение следует... Продолжение следует...